Говорит Сева Новгородцев, это проект русской службы Би-Би-Си «Голоса из архива». Уникальные записи, которые теперь доступны вам. Если бы в меня попал камень, я бы полечился, но если бы виолончели разбили камень, у меня было бы очень обидно. Виолончелист Мстислав Ростропович о концерте в лондонском Альберт-Холле в 1968 году, когда советские танки вошли в Прагу. Программа сейчас свернется к восхвалению Андрюши Тропилы. Андрюш, если ты слушаешь, пожалуйста, отожми мне 100 тысяч пластинки, которые я собираюсь выпустить. Ольга Першина-Пери, фольк-рок-певица, поэтесса и писательница о своих новых записях. В этом году в марте исполнилось бы 90 лет великому виолончелисту Мстиславу Ростроповичу. В 1996 году в связи с 50-летием русской службы Би-Би-Си из Альберт-Холла в Лондоне на Россию транслировался концерт. Дирижером был Ростропович. Он рассказал бывшему редактору и ведущему радиообозрения «Уэст Энд», писателю и эссеисту Зиновию Зиннику, о том, как он играл концерт Дворжака в Лондоне 21 августа 1968 года, в тот самый день, когда в Прагу вошли советские танки. Зиновий Зинник спросил маэстро, какую роль в биографии Ростроповича сыграл легендарный викторианский концертный королевский Альберт-Холл. Вы знаете, это зал, с которым я связано очень много эмоций. Вдруг по стечению обстоятельств, в тот день, когда русские танки вошли в Прагу, советские, вернее, танки, вошли в Прагу, в этот вечер с государственным симфоническим оркестром Вальберт-Холл я должен был в этот концерт Дворжака. В этот вечер прямо. Вы знаете, это было такое для меня, такое напряжение страшное. Прежде всего, значит, с утра мне звонили мои друзья. И все мне говорили, заболей, ты не должен ни в коем случае играть, потому что, может быть, всякие эпизоды, могут быть всякие случайности, могут тебя бросить камнем. Ни в коем случае не играть, ты должен сказать, что ты боль. Я сказал, что наоборот, я в этот день буду, хочу играть в концерт Дворжака, потому что у меня совсем были другие моральные основания для этого. Единственное, что я сказал, я сказал моему менеджеру, я не выйду на эстраду, на сцену, до тех пор, пока он не застрахует мою Ланчелли. И в этот же день, значит, он застраховал мою Ланчелли, потому что если бы в меня попал камень, я бы полечился, но если бы Ланчелли разбили камень, у меня было бы очень обидно и досадно. Возникла уже такая электрическая атмосфера уже до первых звуков. Ну, а потом, когда я погрузился в эту музыку, вы знаете, у меня просто буквально слезы появились в глаз. Интересно, что все поняли, все поняли, о чем я играл. В 70-м году, через два года, вы написали известное открытое письмо в защиту Солженицына. И сейчас, можно сказать, 25 лет, четверть века вашей политической деятельности, которая вот совпала с 50-летием русской службы. Можно я спрошу просто чисто эмоционально, как вы воспринимали, когда там ваше письмо передавалось русской службой, что-то было висит для вас в эти дни? Ну, как же у человека бывают какие-то грустные минуты в жизни? Вот когда у меня грустные минуты в жизни, я перечитываю это письмо свое. Вы знаете, я ничем в своей жизни не был никогда так горд, как это письмо. Ничем. Для меня это письмо, это даже лекарство для моего долголетия, я бы сказал. И почему я написал? Потому что я думал, что его могут убить, пока он живет в нашем доме. Он может убить там. И я сказал, Галя, ты знаешь, если его убьют в нашем доме, не отмоются ни наши дети, никто не отмоется от этого, потому что могут всякое думать по этому поводу. Поэтому пришло время сказать, с кем я нахожусь, и что я думаю по этому поводу, чтобы людей это было ясно. Я сказал, вы толкаете только на две вещи, либо на самоубийство, либо на отъезд. Они сказали, ну что делать, как вы считаете, можно. Вот. Поэтому это письмо для меня, это получается перелом моей жизни. Потому что, понимаете, жизнь была очень сложна и трудна. Но поэтому я хочу сейчас воспользоваться случаем и сказать, что в том, что произошло в России, есть большая заслуга и большая доля, понимаете, победы над тьмой и над этим адом, который существовал в моей стране, это есть большая доля победы русской службы, BBC. Тогда, когда мы получали сведения о жизни, даже несмотря на эти работающие, эти глушители... Симфония, цивратю же? Да, да, симфония. Вы знаете, я тогда помню, у нас был популярный такой анекдот, что стоит большая очередь, зачем, как всегда, за небом. И вот мужчина стоит и все время какой-то издает такой звук. И вот говорит, что с вами? Он говорит, я в себе заглушаю голос небес. Когда вы приехали в Англию, и в какой степени дружба с Бриттином помогла вам, так сказать, очнуться от этого шока, разрыва с Россией? В 1956 году я впервые приехал в Англию. Я, будучи еще советским музыкантом, знал только одно произведение Бриттина, это его путеводитель по оркестру, который был написан на тему из Персова. И поэтому тема классическая была, поэтому я думал, что Бриттин жил давно и помер. Для меня было очень большое открытие, когда я приехал в 1960 году и играл концерт Шостаковича впервые в Лондон. И в ложе сидели два композитора, Бриттин и Шостакович. И Шостакович приобрел на коме, потом, после того, как я закончил игру, Бриттин мне сказал, что я хотел бы с вами встретиться и просто поговорить. И тогда Бриттин мне сказал, я хотел бы для вас написать сонат, или же на честь Пару Кляна, с одним условием, если вы можете впервые сыграть это на моем фестивале в Боле-Буро. Конечно, я ему пообещал, потому что я не буду обещать за то, чтобы сыграть произведение этого великого композитора. Вы сказали, что Дворжика вы исполняли в день вступления танков в Советский, в Чехословакию. Чем объясняется ваш выбор лютославского Бритта на Шостаковича на концерте в честь 50-летия русской службы? Это, я бы сказал, три богатыря в моей жизни, потому что Бенджамин Бриттин был очень близким другом и моим, и я участник того, что, то есть я бы сказал, инициатор дружбы между Бриттином и Шостаковичем. Особенно меня трогает то, что мне сейчас дали копии переписки между Шостаковичем и Бриттином, и в нескольких письмах они очень тепло упоминают обо мне два гения, говорят о их, так сказать, подмастерии. Лютославский, великий композитор, который тоже непосредственно, он посвятил мне велончельный концерт, и поэтому мне хотелось вот в такое время, во сколько я русский, это русская служба, связанная с Британией, поэтому Бенджамин Бриттин как бы символизирует это все. Но Бенджамин Бриттин был и очень большим другом Лютославского, потому что Лютославский посвятил Бриттину тоже свои произведения. И Шостакович посвятил свою 14-ю симфонию Бенджамину Бриттину, Бриттин посвятил в свою очередь свою оперу про Тирасан, «Блудный сын», посвятил Шостаковичу. Поэтому и поскольку я участвовал во всей этой дружбе, мне казалось, что это хорошо, что так уже как-то, я бы сказал, планетарно собраны эти три композитора. А симфония Шостаковича, которую вы выбрали, считается как бы ответом композитора на справедливую критику советского правительства. Формально она известна в истории советской музыки. Почему вы выбрали именно это произведение в честь 50-летия русской службы? Понимаете, эта симфония, это не согласие и не показывает его дрессированным учеником коммунистической партии. А наоборот, видите, в этой симфонии я вижу совсем много совсем другого. Центром этой симфонии является ее третья часть. Третья часть – это трагическая часть, трагедия самопознания. Это трагедия, понимаете, познания жизни. Это удивительный центр, это ядро скрытое. Вот этот центр симфонии является очень трагической страницей его жизни. Страдания – это протест человека против надругательства над ним. Протест. И поэтому эта симфония, она в общем была поворотной. Она даровала жизни Шостаковича, она даровала ответ симфонизма в 20 веке всему миру. Великий виолончелист и дирижер Мстислав Ростропович в интервью программе West End по случаю 50-летней годовщины русской службы BBC в 1996 году ведущей передачи писатель и эссеист Зиновий Зинник. Ольга Першина-Перья была гостем программы «Севооборот» 24 октября 1992 года.